Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я врач-невролог, работаю в факультетских клиниках Иркутского государственного медицинского университета. В данном видео я хочу посвятить такой проблематике, как проблематика пароксизмального головокружения или проблематика доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения. В дальнейшем буду использовать сокращение ДППГ, которое, собственно, и означает доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Но прежде чем говорить об этой проблеме, которая достаточно значима в целом, я хотел бы немножко поговорить об анатомии вестибулярного анализатора, об анатомии нашей системы равновесия, потому что это очень важно для понимания всей проблемы. У нас, у человека существует в целом несколько систем контроля равновесия, и они подразделяются на зрительный контроль. Мы смотрим окружающий мир, мы видим, где мы находимся, мы видим, в каком положении наше тело находится. Это первая система контроля равновесия. Вторая система контроля равновесия – это чувство опоры. Мы опираемся ногами, иногда мы поддерживаем тело руками и понимаем, осознаем, что наши ноги стоят на полу, а, например, не висят в воздухе, и, соответственно, не висит в воздухе, допустим, одна нога, на нее, соответственно, не надо опираться. Также третья система чувств равновесия – это мышечный аппарат и, прежде всего, мышцы позвоночника и даже в большей степени мышцы шейного отдела позвоночника. Мы ощущаем, перерастянута с одной стороны мышца, сжата с другой стороны, или в каком-либо определенном образе находится данная мышца, соответственно, мы понимаем, какую позу мы принимаем, и что также помогает нам воспринимать функцию равновесия. Также к системе контроля за равновесием относится кора головного мозга, она воспринимает всю информацию. Ну и напоследок я оставил вестибулярный анализатор, который подразделяется на периферическую и центральную часть. Это внутреннее ухо, это вестибулярный нерв, это, собственно, та система контроля равновесия, которая дает наибольшее число импульсов для коры головного мозга. Соответственно, страдать может у нас чувство опоры, страдать могут мышцы позвоночника, страдать может зрительный контроль, страдать может кора головного мозга, страдать может и периферический вестибулярный анализатор. Если представить периферический вестибулярный анализатор на картинке, то он состоит из вот примерно такой системы органов. Если рассмотреть именно вестибулярный анализатор, это вот данная часть, то есть это у нас идет ампула, мешочек и полукружные каналы. В данном органе главным рецептором контролирующим равновесие являются ресничные клетки, которые представляют собой погруженные в определенную массу эндолимфу волоски и соответственно к каждому волоску прикрепляется рецептор. Примерно выглядит это вот таким образом, то есть волосок погружен в желеобразную массу и дальше идет сигнал с волоска при его каком-то, скажем так, воздействии на нервную клетку и в дальнейшем все нервные клетки объединяются в единую систему и эта система называется вестибулярный нерв. Примерно схематично таким образом это все строится. Соответственно у нас есть несколько частей периферического стебулярного анализатора, вот эта часть и полукружные каналы. Центральная часть ампула, мешочек служит для восприятия линейных ускорений, то есть ускорения вперед, ускорения назад. Этих ускорений довольно много, этих ускорений в жизни, скажем так, присутствует значимое количество, соответственно реагировать на какие-то минимальные изменения в этой плоскости. Мы банально идем и каждый шаг это изменение в этой плоскости нам не нужно. Поэтому для того, чтобы не воспринимать лишние сигналы, в данной зоне в желеобразную массу погружены так называемые атолиты, которые сдвигаются вместе с желеобразной массой только при значимых ускорениях. Соответственно если у нас ускорения незначимые, они практически не сдвигаются, практически не раздражают волосковые клетки и не идет сигнал, мы не воспринимаем изменения равновесия. Это линейное ускорение. Угловые ускорения, то есть ускорения вот в эту сторону, ускорения назад, ускорения вот в такой плоскости, они более значимы, потому что мы можем увидеть опасность со стороны, повернуть голову. Поэтому мы воспринимаем эту информацию и нам надо реагировать достаточно быстро. Соответственно нам достаточно быстро надо реагировать на перемещение в угловых сторонах. Соответственно вот ускорение в определенных плоскостях полукружных каналах более тонкие и нам надо их воспринимать более четко. Соответственно там в эндолимфе, в этой желеобразной массе нет погруженных атолитов. То есть достаточно небольшого какого-то движения, чтобы наш головной мозг понял, что мы двигаемся. Соответственно также это важно потому, что во всех плоскостях происходит обычно движение эндолимфы одновременно. То есть мы совершаем какое-то движение, происходит движение в одном канале более сильно, в других каналах менее сильно. Соответственно нами воспринимается это как четкое какое-то конкретное движение. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение это доброкачественное состояние, которое сопровождается выраженным головокружением. Головокружение зависит от положения головы в пространстве. Через некоторое время после смены положения головы в пространстве оно успокаивается, может сопровождаться тошнотой даже вплоть до рвоты. И вызывается оно попаданием вот этих самых камушков-атолитов в ту часть анатомически, где их быть не должно. При определенном воздействии, это резкое движение головы, какая-то черепно-мозговая травма, камушек вот из этой зоны может уплыть в полукружный канал. Чаще всего поражается задний полукружный канал, потому что попасть сюда достаточно просто, а вывестись отсюда камень сам редко может. Может затрагиваться горизонтальный канал, но обычно горизонтальный канал самопроизвольно проходит, потому что здесь достаточно, скажем так, легко совершить какое-то движение головой, которое позволит камню выплыть на место. Передний канал достаточно сложно анатомически попасть, то есть если рассматривать эту зону, то камушек попадает и ему легче попасть гораздо в задний полукружный канал. Передний полукружный канал также может быть заинтересован, но здесь тоже вероятность самопроизвольного восстановления функции достаточно высока. Соответственно, камушек попадает у нас в полукружный канал и остается там. Мы ложимся, камушек протаскивается по полукружному каналу, и так как камешка там быть не должно, это вызывает перераздражение вот тех самых ресничных клеток, которые в полукружных каналах нежнее, и они воспринимают более тонкие сигналы. И это воспринимается нами как перераздражение вестибулярного анализатора или ощущение головокружения, ощущение вращения мира вокруг себя, ощущение вращения тела вокруг какой-то оси. И это очень неприятные ощущения. Они пароксизмальны, то есть приступообразны. Если мы легли, успокоились, не двигаемся, этих ощущений не будет, они пройдут. Соответственно, они провоцируются движением камушка. Так, достаточно диагностика проста, но и одновременно сложна. Проста она тем, что не требует каких-то дополнительных инструментальных методов исследования. Мы берем голову человека, фиксируем ее в определенном положении, которое анатомически повторяет зону движения по определенному полукружному каналу и укладываем. Укладываем на одну сторону, потом укладываем другой стороной. И, соответственно, смотрим такие признаки, как развитие головокружения, развитие тошноты, ну или рвоты в неблагоприятном случае, и наличие нестагма. Раздражение периферического стюбулярного анализатора приводит к развитию нестагма. Нестагм имеет определенные характеристики, но основное из них то, что он возникает через несколько секунд после укладывания и длится, соответственно, не более минуты. Если же есть просто головокружение или тошнота, или какие-то неприятные ощущения, не факт, что это доброкачественное, проксимальное, позиционное головокружение. Это могут быть какие-то другие состояния. Лечение также достаточно простое. Это проведение определенных маневров. Маневры Эпли чаще всего используются, или маневры Барбекю, которые производятся при горизонтальном полукружном канале. Эти маневры позволяют вытащить, как говорится, камушек оттуда. Статьи, где подробненько написаны маневры, они находятся в ссылках в описании к видео. Вы можете прочитать более подробно и про само заболевание на моем сайте, и про маневры, которые используются для диагностики и лечения данного заболевания. Видеозапись я тоже планирую в ближайшее время снять, как только позволят технические условия, потому что мне для этого нужен партнер, для этого нужны определенные моменты. Кушетка, достаточное количество свободного пространства. В моем кабинете эти маневры проводить невозможно, и в этом заключается сложность диагностики и лечения ДППГ. На амбулаторном приеме банально нет времени для данной диагностики, или нет условий. То есть кушетка неподходящая, банально нет места для проведения маневров. Но может использоваться гимнастика по методике Брандт-Адаров. Это выполняет пациент сам. То есть он укладывается на один бок, укладывается на другой бок, перекачиваясь и заставляя камушек встать на место. Соответственно, какие выводы можно сделать из всей этой информации? Не всегда выраженное головокружение является опасной ситуацией. Очень часто, согласно статистике, это ДППГ. ДППГ вообще является, наверное, первой по чистоте причиной для развития выраженного системного головокружения. Ну и также следует моим коллегам, врачам, обращать внимание на данную проблематику, может быть, интересоваться научной литературой, овладевать маневрами для восстановления нормального функционирования стебулярного анализатора. Потому что это очень важно и позволяет, в принципе, избавить пациента зачастую от неприятных ощущений в очень быстрый срок и получить достаточно драматический эффект. То есть получаем эффект, собственно, непосредственно на приеме. Но, к сожалению, существующая система здравоохранения, существующая система страховой медицины в нашей стране не всегда позволяет это сделать, потому что на прием отводится очень мало времени и не всегда условия в больницах позволяют выполнять данные маневры. Надеюсь, моя информация была полезна для вас. Вы можете мне помочь, подписавшись на мой канал. Вы можете распространить информацию о моем канале среди своих знакомых, товарищей, коллег. Я буду очень благодарен за это. Также прошу оценивать мои видео, ставить оценки «нравится» или «не нравится», потому что это позволяет определить, какой материал более, скажем так, подходит для моей аудитории, какой менее подходит. Оставляйте также комментарии, может быть, свои мысли. Можно дискутировать по различным вопросам. Также я буду благодарен за подсказку новых тем для моих видеозаписей. И спасибо вам большое за внимание.